Техноенод и его команда Мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано происходили много лет назад, ну а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 12 мая. 12 мая 1847 года американец Вильям Клейтон впервые применил счетчик пройденного пути. Однажды, во время путешествия из Миссури в Юту на поезде, ему было поручено фиксировать ежедневный пробег. Клейтон делал это измерив длину окружности колеса и умножая ее в конце дня на количество оборотов колеса. Однако утомительный подсчет оборотов ему вскоре надоел и, посоветовавшись с математиком Орсеном Праттом, Клейтон разработал проект одометра. Конструкция представляла собой набор деревянных зубчатых колес, прикрепленных к ступице вагонного колеса с механизмом записи числа оборотов. 12 мая 1901 года на Волхонском шоссе, соединяющем Царское село и Петергоф, состоялись первые моторные гонки совместно с велосипедистами на одну версту. Верста это чуть более 1 километра. На гонках был зафиксирован первый российский рекорд скорости на автомобиле. Директор петербургского магазина велосипедов и моторов фирмы Клеман, Гладиатор и Фебус, француз Луи Мази на машине Старлей, прошел одну версту с хода за 84,5 секунды. Средняя скорость составила 45,4 километра в час. В этот день в 1907 году в Михайловском манеже Петербурга началась первая международная автомобильная выставка, организованная под покровительством великого князя Михаила Александровича и при поддержке парижской газеты «Л'Ауто» и петербургского журнала «Автомобиль». На открытии присутствовали министры царского правительства, главы дипломатического корпуса и представители высшего петербургского общества. В выставке приняли участие 70 участников из Франции, Италии, Германии, США, Бельгии, Австрии, Дании и Швейцарии. Отечественный автомобильный рынок был представлен 38 производителями. Выставка закрылась 4 июня. 12 мая 1957 года вся Испания была потрясена трагической гибелью одного из самых титулованных людей страны – Альфонсо де Портаго. Ну а полностью назывался он так. Дон Алфонсо Антонио Висенте Блас Анхело Франциско Борхо Кабесо де Вака Элейтона, Карбахал Иаре, 17-го Маркиза де Портаго, Маркиза де Морталья, 13-го графа де Мехорада, графа де Перния, герцога Арагонского, Гранда Испании. Во время гонки милья-милья или 1000 миль в Италии, Альфонсо де Портаго шел в первой десятке, когда за 120 километров до финиша, лопнувшая на огромной скорости шина, превратила его Феррари в катафалк для него самого и его друга Эда Нельсона. Влетевшая в толпу неуправляемая машина убила десятерых зрителей. После этого инцидента гонка милья-милья была на многие годы запрещена специальным постановлением итальянского правительства. 12 мая 1988 года в Чикаго на автошоу был представлен Ford Probe 1989 года. Дизайн прототипа модели оказал большое влияние на дальнейший стиль марки Ford. 12 мая 2007 года на аукционе в Абу-Даби побит мировой рекорд цены за автомобильный номер. Некий саудовский бизнесмен Талал Хури приобрел номер цифры 5 за 6,86 миллионов американских долларов. Вырученные от аукциона средства были направлены на благотворительность. 12 мая 2009 года с конвейера завода Skoda в Квасинах сошел первый серийный кроссовер Skoda Yeti. Ну а на сегодня все, завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, так будет удобнее следить за выходом новых серий. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео, только культурно. И да, будет здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра! Спасибо за просмотр!